Слушай, расскажи за евро. Тебе понравилось? Слушай, мне понравилось это евро. Потому что мы проебались, что Россия, что Украина. Нет, я же не ездил болеть ни за Россию, ни за Украину. Я поехал на четверть финала, на полуфинал, на нормальные матчи. И сам уровень матчей был не очень. Я был на Португалии Уэльс, но что, Португалия взяла просто и выиграла в одну калитку без Рэмзи. Уэльс никакой. Лучше было бы, чтобы играли Португалия и Бельгия. Ну, например, да. Но! Я счастлив, что я побывал на матчи Франция-Исландия и скандировал вместе с исландцами их фантастическую кричалку. Вот это было круто. Как у тебя впечатление от евро? Мне понравилось. Мне понравились вообще города все французские. Мне понравился Эльзас, Бургундия. Охеренно там. Именно маленькие городки. Бургундия или Бургундская? И Бургундская тоже. Я скажу так, без Бургундского в Бургундии не такая прикольная. Не такая фантастическая. И без Бургундского тоже. Именно. Это да. Расскажи за свой партнеркин. Дорогая реклама вообще продавать? Ну, как дорого? Хорошая реклама всегда. Ну, ты понял по тексту, да, вопрос? Продавать дорого это реклама? Хорошая реклама, конечно. Конечно. Но у вас очередь? Я видел там Эверат сейчас нам сверху, да? А не надолго? Эверат надолго, да. До Панамеры, да? До Панамеры, да. У нас с Эвератом, с Спагетти, Камашники, они вообще на постоянной основе и уходить не собираются, им все нравится. И так приходят какие-то сезонные ребята, то есть, например, партнерки, которые докладами занимаются, рефератами, у них летом перерыв, они уходят там. Эсэшники, да? Да, 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 там After24 всякие, You Do Profit и так далее. Понял, прикольно. Ты нишу как выбрал? Мы с тобой говорили, по-моему, месяц назад или два о том, что надо делать медиа, но надо делать типа нишевое медиа, правильно? Надо делать нишевое. Чтобы отстроиться от всех. Да, ну просто эта ниша была свободна. Никого нет до сих пор? Нет, есть там какие-то проекты. Скажи. Про пиар ребят, которые хуже. Нет, смотри. Ладно, или лучше. Есть там каталоги офферов, CPAD Pro, оффераторы и так далее. Да, но они каталоги офферов, да, и не пишут. Есть где трафик, который пишет. Этих ребят тоже знают. Да. И все, по сути. Остальные все паблицы? Нет, остальные что-то пытаются писать, но они пишут либо редко, но качественно, то есть есть действительно качественные посты. Но здесь, чтобы тебе действительно быть СМИ, тебе нужно поддерживать определенный уровень постов. Да. На определенном уровне качества. Вот это на длинной дистанции самая сложная штука. То есть мы стараемся это делать, мы там набираем ребят, то есть у нас есть постоянные редакторы, у нас есть постоянные новостники. Лайв-трансляция, если я понял. Да, лайв-трансляцию с этой конференцией мы ведем. Конечно, тут понятно, что один-два человека с этим не справятся. То есть есть программист, дизайнеры и так далее. Ну, то есть это полноценный бизнес получается в такой проекте? Это полноценный бизнес, да. И как бы он растет, все деньги там практически вкладываются сейчас в развитие. Чуть-чуть на Европу, чуть-чуть. Чуть-чуть на Европу, да. Чуть-чуть гейм нужно в Швеции, а то вдруг там тяжелые условия. Всякое бывает. Согласен. Вот. А все остальное в развитии мы готовим в свой каталог офферов сейчас. Это такой экзит получается? Ты рассказал что-то новенькое, да? Да. Мы его, честно говоря, очень долго готовим, потому что хотим допилить и сделать его там близким к идеальному. Это дико сложно. И невозможно. И невозможно, да. Но мы скоро его выкатим. Вот. И помимо него, ну еще будут разделы, я не буду говорить какие, но мы вот именно в новые разделы. То есть помимо увеличения контента, то есть мы хотим на постоянной основе писать новости про Рунет и самое главное про Бурж. Потому что в Бурже сейчас деньги, ни для кого не секрет. И мы хотим обучать вебмастеров, как зарабатывать в Бурже. На новостях, на кейсах. Мы будем переводить. Мы уже отобрали источники определенные. И будем постить зарубежный контент. Мы хотим в будущем сделать такую блок-платформу в рамках Партнеркина, на которой каждый сможет делиться своим контентом, своими мыслями и зарабатывать так же. То есть это уже веб 2.0 когда? Ну типа, вернемся немножко в 2008. А почему нет? Это же интересные люди. Мы дадим им возможность заработка, даже заработок не самый главный, мы дадим им аудиторию. Потому что мы готовы подмешивать их в нашу основную ленту на главный, чтобы люди читали у нас. Хорошая аудитория, мы готовы делиться. Ведя партнерки. В чем бум, объясни, я до сих пор не понимаю. В чем бум и почему он так развивается с пабликами? Как они вообще монетизируются? Для чего люди их ведут? Вот эти всем там, не знаю, сандалики, не хочу никого обидеть. Сандалики, моцарт и вилды, ризики и так далее. Да, сейчас вилду мы найдем. В чем прикол? Для чего это? Мне кажется, что они пишут реально круто, интересно, но это все канет в лету, это полезно. Но для чего это, я не понимаю. Это как благотворительность. Это примерно то же самое, для чего ты сейчас берешь это интервью. Наверное. Просто так. For fun? Иногда тебе хочется выговориться, то есть ты делаешь что-то, и ты переходишь в такой уровень, когда тебе хочется не только это обсуждать с собой, с парой друзей, но хочется еще делиться этим, то есть обучать, выводить аудиторию на новый уровень. Мне, например, это интересно, когда я вел блог, я вел блог тысячу лет назад, а второй момент это все-таки деньги и связи, то есть когда у тебя есть паблик, у тебя появляются связи, тебя могут пригласить на какую-то канфу и так далее. Да, да. Понял. На этом мы и закончим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.